В подвале В замороженную и равнодушную субстанцию Я была обречена Единственное, что наполняло меня до краев Это чувство животного страха Я взрослый человек Во время бомбежек держала за руку маму И прижималась к ней, как в детстве Когда мне было страшно Моя жизнь, быт и окружающая действительность Стали кошмаром Мой город превратился в ад Я была слабой Измученной Боролась с паническими атаками И мне было страшно признать, что мне страшно За неделю до этого ко мне пришла Наташа с мужем и сыном Они ходили по городу и снимали видео Чтобы потом показать всем этот кошмар Ходили в детскую реанимацию Где круглосуточно находились врачи Брали у них номера телефонов И во время редких сеансов связи их родным Отсылали сообщение Что они живы Не волнуйтесь Помню, я спросила Нада А что делать мне? Она ответила Выжить, Надя Надо выжить А как помочь городу? Спросила я А она ответила Не знаю Потом в их квартиру влетело две бомбы Ее муж погиб Это была первая близкая всем нам смерть День назад мы видели человека Живого, здорового и сильного Спокойного, уверенного в том, что он будет жить долго И вот его нет Просто потому, что какой-то урод Очередной раз выстрелил в жилой дом Накануне нашего отъезда Оккупанты бомбили не переставая Мы не знали, как уехать У нас была одна призрачная машина И девять человек плюс собака Которых нужно вывезти Ну И минимум шансов дойти до гаража Он находился в районе школы А там гасили из всех видов оружия Оккупанты вообще не стеснялись Они выбирали квадрат на местности И разбивали его до руина В один и тот же многоэтажный дом Попадали десятки раз Клянусь Там никогда не было наших военных Ни одного Там жили мирные люди Которые надеялись, что они выйдут за водой Или готовить еду на костре И в эти дома влеталось десяток снарядов Россияне со стервенением били наотмашь безразбору Мы, сидя в подвале, задыхались от ужаса И слушали эти звуки Они были похожи на пощечные Хлесткие такие Как будто по домам Стегали огромным печом 15 марта, в день рождения своего сына Я рыдала в подъезде Какая смешная нелепость Я рыдала Не из-за того, что Нас постоянно бомбили Не из-за того, что вокруг гибли люди Не из-за того, что завтра могло не наступить Я рыдала Что не могу поговорить по телефону Я не могу поговорить по телефону со своим сыном И не могу поздравить его с днем рождения И произошло чудо Произошло маленькое чудо Прям в подъезде появилась связь По сарафанному радио От соседей я узнала, что Киевстар Хоть и разбомбили, но кто-то из сотрудников Периодически заправляет бензином генератор И включает его на несколько минут И пусть внутри города дозвониться было невозможно Мы могли сообщить о себе родным за периметром Спасибо тебе, неизвестный человек Который давал мариупольцам возможность Раз в день сказать людям Которые сходили с ума от неизвестности То единственное слово Жил В этот же день 15 марта Мы услышали Новые звуки Симфонии смерти Они были не похожи Ни на один из звучавших до этого Два сильных Мощных взрыва От них перевернулось Все внутри Голова стала огромной и пустой А толстые стены подвалы Вибрировали еще некоторое время Я решила, что это оружие массового поражения И с ужасом представляла, что я увижу, когда я выйду на улицу А потом мы узнали, что по городу стреляли российские военные корабли Нас убивали с земли Нас убивали с воздуха Теперь нас начали убивать еще и с моря Нас убивали от осуды Мой город планомерно и последовательно перемалывали ракетами Вместе с людьми И мы все реже стали выходить на поверхность Очень тяжело было выезжать И даже не потому, что дороги обстреливали А мы ехали в разбитой машине без стекол, с дырками от снарядов Нас останавливали оккупанты Приветливо задавали вопросы Они звучали, как издевательства Вашим детям не холодно в машине с выбитыми стеклами Закройте чем-нибудь окна А то вы простудите детей Надо же Какие заботливые твари Они бомбили дома Закидывали ракетами жилые районы Бомбоубежище, больницы с женщинами и детьми А теперь беспокоятся Чтобы у мариупольских малышей не было насморка Я сейчас под Одессой У сына Одно время думала, что если буду писать об этом ужасе То все изменится Но, к сожалению Никто по-прежнему не вывозит людей из Мариуполя Никто не закрывает небо Никто не объявляет режим тишины Я не понимаю, с кем воюют россияне С женщинами и детьми? За что они убивают мирных людей? Почему превращают города в руины? В Мариуполе терпят бедствие И гибнут тысячи людей Пожалуйста Помогите им выжить Мариуполе терпят бедствие Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!